Работа над программой «Цифровая экономика» началась равнительно недавно, но события развивались столь стремительно, что уже сейчас мы имеем первые результаты. Так, например, утвержден план мероприятий до 2024 года. И, наверное, впервые в истории в документах такого уровня информационная безопасность обозначена как действительно стратегически важное направление. Однако отрасль, ознакомившись с документами, сразу же настроилась весьма скептически. Что в действительности подразумевает под кибербезопасностью цифровой экономики? Что делают и что уже сделано? Именно об этом мы поговорили с участниками Уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы». Надо делить мероприятия, которые не осмечены, как вы говорите, на двое категории. Много деятельностей, которые просто разрабатывают соответственными структурами уже как часть своей деятельности. Финансирование дополнительно не нуждается в государстве. Когда мы смотрели как раз первую версию программу, очень много эксперты понапихали туда всякого финансирования. И мы это финансирование жестко вычеркивали. Другая категория мероприятий, которые действительно требуют финансирования. Например, какие-то исследования, разработки или еще что-то, но которые сейчас этого финансирования не получили. Подготовка планов у нас немножко припоздала по отношению к принятию федерального закона о федеральном бюджете на 18-20-е годы. Было принято решение выделить приоритетные мероприятия по каждому из направлений реализации программы и финансировать их реализацию из резервного фонда правительства. В частности, по информационной безопасности выделено 30 мероприятий. Предусмотрено финансирование из резервного фонда порядка 576 миллионов. Это все мероприятия 2018 года. Одновременно дано поручение Минфину России подготовить новый законопроект об изменении федерального бюджета на 18-20-й год. Практика показывает, что такой законопроект будет подписан президентом где-то летом. Соответственно, дальше ожидается плановое финансирование мероприятий программы. Структура федеральных органов исполнительной власти находится в ведении президента. Соответственно, избранный президент примет решение о будущей структуре федеральных органов исполнительной власти. Равно как и вопрос о формировании правительства и назначении конкретных руководителей соответствующих поемов. Я думаю, что к маю или в мае у нас будет определенность по этому вопросу. Но, тем не менее, там, например, конкретное министерство, это не конкретное министерство, это государственная функция. Государственная функция не исчезнет, ее, очевидно, будет кто-то выполнять. В частности, и в части вопросов распределения бюджетных средств. У нас очень ограниченное количество инструментов финансирования, и отрасль жила всю жизнь за свои деньги. Сейчас вот эта программа, она как раз, по идее, должна дать такой толчок и возможность для отрасли не только за свои развиваться, а все-таки получить как-то что-то от государства. Прямо предусмотрено финансирование для антивирусов. Они предусмотрены для защиты веб-приложений. Соответственно, предприятия, которые разрабатывают подобного рода продукты, они могут надеяться получить, выиграть этот конкурс и получить эти деньги. Есть некоторые приоритеты, декларированные у нас на уровне госполитики. В частности, они выражены и в Даткрине национальной безопасности, и в стратегии развития информационного общества. Нашли они свое отражение, собственно говоря, и в программе цифровой экономики. Распоряжение 1632, где вопрос технологической независимости в Российской Федерации, в части в области цифровой экономики, отнесен к вопросам информационной безопасности. Приоритет построения информационной инструкции преимущественно на отечественных решениях, если таковые, как бы предложенные рынком, заявлены одной из максим программы. Самым ключевым результатом программы цифровой экономики по нашему направлению должна стать все-таки импортозамещение. Пока мы не видим такого вот стремления компаний и госорганов к тому, чтобы они так вот резво бежали и все у себя импортозамещали. Это не только какое-то формальное упражнение, это же создание целой экосистемы, это же взращивание разработчиков, это возможность формирования тех самых кадров. У нас сейчас люди иногда уезжают за границу, потому что они не могут себе найти применение. Поэтому это очень важно для экономики в целом. И мне кажется, что это должно стать на самом деле ключевым таким элементом. У меня вообще с самого начала было скептическое отношение, потому что я сталкивалась с госорганами по некоторым другим работам. Я знаю, что это не быстрая структура. И то, что за три месяца что-то написали, это просто фантастика. Это первый вопрос. Конечно, из-за того, что писали так быстро, конечно, там есть и неточности, и пересечения, и, наверное, какие-то непродуманные места. Но поскольку программа предполагается, что она живой инструмент, и она будет корректироваться, то, что вышло в итоге, ну, мне кажется, что это более-менее взвешенный документ. Да, я могу там с какими-то отдельными пунктами, может быть, где-то в глубине не соглашаться, но в целом я считаю, что правильное направление выбора. Складывается впечатление, что даже если на бумаге не все так гладко, то это результат компромиссов и спешки. Главное, что государство помнит про информационную безопасность и готово стимулировать развитие отрасли деньгами. Однако обещанные золотые горы не так-то и радуют участников Уральского форума, с которыми нам удалось поговорить. Многие считают, что гармоничное развитие отрасли возможно только своими силами. Сама программа «Цифровая экономика» содержит массу умных идей. С этим согласны все, ну, пожалуй, кроме двух-трех радикальных противников. Но вопрос в том, кто будет их реализовывать. Ведь не секрет, что как только государство обращает свое внимание на ту или иную отрасль, как на запах субсидий, сползаются, скажем так, оригинальные организации, которые умеют осваивать бюджеты. Говорят, что есть логика намерения, а есть логика обстоятельств. И последнее гораздо сильнее. Именно от обстоятельств будет зависеть дальнейшее развитие цифровой экономики и информационной безопасности. А что касается практики, то специалисты по информационной безопасности готовятся в первую очередь к смещению векторов атак, связанному со всеобщей диджитализацией, которую несет цифровая экономика. Так что в интересное время живем, друзья. Скучать некогда. Смотрите Без ТВ, следите за главными новостями и оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!